так всем доброе утро хорошо начать день с пользой скажите пожалуйста поставьте плюсики если меня видно и слышно если можно плюсики поставьте пожалуйста спасибо большое так люди все приходят и приходят доброе утро всем кто проснулся так я жду ваши плюсики что видно и что слышно хорошо я надеюсь я могу говорить конечно громче так нет звука ирина косткина так ириночка сейчас я вам отправлю ссылочку одну секундочку значит вы можете либо написать в контакте на профми либо позвонить им по скайпу сейчас там есть девушка помощница она помогает настроить звук и все другое так так если что есть профми саппорт они сейчас на поддержке они есть скайпе если у кого-то нет звука и возникают какие-то проблемы то можете им написать они отвечают почти мгновенно и так всем доброе утро еще разочек я думаю что мы готовы начинать зарегистрировалась у нас больше ста человек пока что только 22 присутствуют но я думаю остальные подтянутся а если нет то у нас будет маленький чай маленькие посиделки с чаем и так ну вы готовы прежде чем начать я хотела бы дать вам время напишите пожалуйста ну давайте сначала познакомимся многие еще наверное меня не знают меня зовут екатерина конан сегодня у нас субинар о том как организовывать книжный клуб о том что это какой формат хорошо подходит для учеников и родителей какой формат помогает набрать новых учеников и вот об этом мы сегодня будем разговаривать о том как это все дело организовать вы видите вот все видно презентацию да значит наверное полагается сначала себе рассказывать я думаю некоторые меня уже знают по другим вебинарам я участвовала с катюши сташевской и на прочих вебинарах в основном рассказывала о бренде и о том как набирать учеников как работать со взрослыми и так далее но захотелось детей ну смысле захотелось детей для работы вот вы знаете как это бывает вы ведете бизнес английский или работать со взрослыми потом раз просыпаетесь однажды утром хочу вернуться к работе с детьми ну мы учителя мы творческие у нас такое бывает я думаю вы понимаете о чем я говорю итак кто я такая я основатель you can english студии студии екатерина конан кстати говоря пока вот ждем остальных могу вам сказать такую интересную вещь каждый раз когда говорю студии английского екатерина конан немножко чувствуешь себя так неловко но я вам если вы сейчас занимаетесь например репетитор стом или организовываете начинаете свою маленькую студию не говорю о больших школах уже да то крайне вам рекомендую начать ну построение личного бренда это очень сильно играет недавно это принесло мне тридцать человек дело в том что когда не надо присылают ссылки на форумы и где обсуждается школа ну люди видят иногда присылают чтобы показать что там говорят и на одном из форумов обсуждали родители куда пойти и официально студия называется you can english о поздравляю юлия поздравляю так вот и обсуждая школу я читаю их людей они говорят куда пойти а вот мы слышали что-то про you can english это екатерина конан а екатерина конан да тоже слышали да 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 знакомы ходят конан хвалили видите как и к негеш екатерина конан школа екатерина конан конан сократили до этого и уже на слуху так что в будущем для развития вашего вашей студии если вы только сейчас начинаете свой путь так то крайне рекомендую сейчас одну секундочку я посмотрю так у нас идет улучшенная настройки должно все быть все хорошо не пугайте меня ирина вот ну давайте перейдем все таки к делу а дело мы начнем со след доброе утро марина доброе утро начнем со следующего значит пожалуйста напишите сейчас то как что вы понимаете под книжным клубом если можно в двух-трех словах предложениях что для вас такое книжный клуб если кто-то уже знает в каком формате мы работаем кто-то уже слышал то тогда пожалуйста не полите контору расскажите сначала например о том как по вашему мнению родители видят книжный клуб это тоже очень важно то есть что у людей как вы считаете возникает какая ассоциация с нечем клубом что это такое как чем они занимаются итак я жду ваших ответов а пока что поговорим о формате книжного клуба почему на книжный клуб а не разговорный или игровой был выбран для того чтобы набрать учеников и развить школу и поговорим о том как формат именно книжного клуба может помочь вам независимо от того являетесь ли вы преподавателем общеобразовательной школе вам низкий поклон кстати репетитором преподаватель частной школы и так далее анастасия сразу скажу постарайтесь написать именно то что как вы понимаете то есть что вообще такое книжный клуб то есть если допустим я взяла книжку ученики взяли по книжке являлись ли это книжным клубом например как вы его видите в кау где вы его видите и так пока что ждем ответов расскажу немножко про историю создания клуба дело в том что работала я с в основном с бизнес уровнем со взрослыми то есть уйдя с частной школы и перейдя в спасибо за ответы перейдя в разряд именно частных преподавателей сначала а потом начиная снова свою студию мы концентрируем прежде всего на взрослых но поскольку рынок ведь детьми достаточно уже оккупирован и в какой-то момент знаете так бывает утром просыпаешься да и думаешь так хочется детских книжек так хочется вести уроки с интересными иллюстрациями с интересными пособиями с кучей распечаток с кукольным театром все хочется и возник вопрос где этих детей взять вот значит тут интересный момент дело в том что в английском у нас смоленске очень тяжело все оккупировано тем не менее сейчас я перерывусь расскажу немножко про историю создания что с чем он может вам помочь то есть мне он помог определенным образом сейчас я об этом расскажу как он мог бы помочь вам если у вас большая школа уже то есть вы владелец частной школы например то в этом случае у вас конечно же книжный клуб и начать дополнительный доход поскольку это дополнительное занятие независимо от того берете ли вы его в поддержку к старым ученикам или даете такую опцию как отдельно ходить в книжный клуб это дополнительный доход кроме того это интересно с той точки зрения что это уже получится три урока в неделю если мы берем его как дополнение к основным урокам а мы все знаем что такое три урока в неделю это мечта это означает что у деток уровень повышается намного быстрее я думаю те из вас кто ведет например частные уроки вы замечаете да есть разница между двумя уроками в неделю и тремя уроками в неделю разница колоссальная поскольку мы с вами учителя то есть люди для которых все таки наверное деньги стоят на не на первом месте и результат учеников это то что то ради чего мы работаем на самом деле если честно говоря то конечно это очень важно вот если вы собственно говоря являетесь преподавателем не коммерческой организации а в общеобразовательной школе кстати спасибо а по поводу у нас в стране обязательно три часа в неделю я прервусь я говорю сейчас о частном секторе понятное дело что конечно в общеобразовательной школе больше часов но давайте честно сколько там учеников в классе невозможно дать им за эти три часа в неделю тот материал который нужно дать и тем более который требует школа если говорить о частном секторе там получше там можно что то сделать даже за два часа в неделю вот далее что касается преподавателей в общеобразовательной школе огромный вам низкий поклон потому что я видела что участвовали в конкурсе и преподаватели из общеобразовательной школы это просто потрясающе столько идей так выкладываться надо быть то вина святыми вот здесь есть возможности потому что я знаю что мои знакомые номинировались на учителя года с несколько похожими проектами кроме того это повышение квалификации и я потом пройдусь по комментариям просто очень интересно не хочу отвлекаться и опять таки книжный клуб является некоммерческой организацией если вы делаете его в общеобразовательной школе например или если же вы хотите его открыть отдельно и не иметь с него дохода но при этом разрешены членские взносы это абсолютно легально и это не является доходом регистрируемым дальше если вы репетитор то книжный клуб может помочь вам набрать новые группы и тут интересный момент в том что например даже если вы работаете в общеобразовательной школе но например хотите брать репетиторство потому что опять таки с той ситуацией стороне с той оплатой которая дается в общеобразовательной школе конечно тяжеловато в этом случае возникает вопрос о том как набрать побольше людей именно в группу и книжный клуб как показала практика позволяет легче и быстрее собрать людей оформить людей именно в группу собрать несколько человек одновременно и конечно же самое интересное самое вкусное это если вы например начинаете что-то свое как это было например у нас набор новых учеников и вот сейчас я вернусь к истории про занятый рынок сейчас мы спасибо большое да я тоже зарядилась на позитивом сейчас я пока потом вернусь к вашим комментариям про то что как вы видите книжный клуб если можно очень быстро кратко скажите мне какой у вас город и какова у вас сейчас конкуренция в частном секторе потому что независимо от того являетесь вы частным репетитором в частной школе своя школа или в общеобразовательной школе наверняка все таки репетиторство у вас наличествует и если так то пожалуйста скажите какова у вас конкуренция я вам расскажу немножко то есть о том сколько школ у вас частных английского языка например а я вам скажу следующее у нас я сам из города Смоленска и мне не хотелось покидать наш маленький уютный город и вот когда возникла необходимость брать дополнительный офис решили брать пытаться в предцентре но были согласны собственно на все искали 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 обнаружили следующую интересную вещь рынок занят полностью то есть я думала будет проблема найти офис оказалось что проблема найти просто офисов много они есть практически в каждом доме в каждом дворе даже дистанционном о господи вижу уже ответы сейчас вот про не пройдемся и и когда я пошла снимать офис и доходило до смешного то есть приходим в офисное здание здесь школа английского языка здесь школа английского языка там школа английского языка то есть буквально в центре в каждом доме практически а в повезет если у вас кабинет не будет друг напротив друга в отдаленных районах мы попытались здесь еще взять офис у нас лавина роща это район у озера поэтому он очень достаточно отдален от города и здесь всего лишь домов 10 да 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 репетиторы дело в том что когда я начала заниматься этим вопросом оказалось что у нас на 10 домов уже открыто 3 школы небольших плюс в каждом доме в каждом есть свой репетитор даже тех домах где открыт филиал школы ну как в каждом доме я по крайней мере прошлась вот из 10 домов по 5 познакомилась с людьми мне было интересно казалось что да там вот а у нас вот такой-то репетитор живет вот в соседнем подъезде три школы несколько репетиторов и еще у нас есть небольшой частный детский сад и в нем тоже уже занимается школа и то есть конкуренция абсолютно сумасшедшая то есть практически каждый ученик может взять ручку преподавателя и идти с ним смело в английский язык что хорошо для учеников но не очень хорошо для преподавателей соответственно когда в марте работая с работая с взрослыми захотелось набрать детей потому что раньше с ними работал это было здорово в силу обстоятельств перешклющился на бизнес и вот хочется снова с детками поработать а детки все заняты что делать и вот тут вам поможет английский клуб вот значит почему давайте сначала пройдемся по вашей ситуации мне очень интересно как у вас обстоят дела с этим значит по преподавателям да смотрим маленький город очень много школ очень как фитнес да 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 как фитнес все сидят на репетиторе по знакомым в одном квартале три школы у вас в одном квартале а у нас на десять домов три школы несколько репетиторов и в садике посреди этих домов еще частная школа это невозможно так все фитнес очень много частников подпольных клубов жалобы и образование не имеют а уже учат да кстати это проблема у меня тоже есть три клуба английского то есть у вас ситуация похожая да все таки мы не одни я не одиноко в своем горе вот на самом деле скажу вам честно что если вы думали про открытие школы это было хорошее время для начала было двухтысячное вот это было хорошее время чтобы начать тогда просто школу делили между собой где-то как найти территорию а сейчас же их приходится отвоевывать надо не то что быть лучшим лучшим быть мало потому что на самом деле давайте честно я посмотрела конкурс я посмотрела ваши работы работы потрясающие среди вас вы такие талантливые столько всяких потрясающих идей и при этом набор учеников происходит тяжело итак как может в этой в этой проблеме помочь книжный клуб и как он помог нам дело в том что книжный клуб вносит характер дополнения соответственно у вас есть если в частных школах то вы можете сделать так значит я сидела думала думала как же это сделать то есть как доплатить учеников если рынок занят и сделать так чтобы при этом меня не убили другие частные школы пункт первый если вы открываете книжный клуб он идет раз в неделю как отдельный формат да вы можете его сделать и раз в две недели и раз в месяц если у вас уже основана школа но если для привлечения клиентов для привлечения учеников для набора то в этом случае вам желательно сделать его регулярным раз в неделю каждый например воскресенье или каждую субботу благодаря этому те люди которые уже занимаются в частной школе они очень сильно привыкли к своим преподавателям даже если скажем так преподаватель не посвятил всего себя преподаванию а кто-то посвятил там и заниматься только английским дышим английским занимаемся английским каждый урок фейерверки даже в этом случае дети привязываются к своему первому преподавателю и как правило кто первый ребенка получил потом дети просто на других смотреть даже не хотят и родители тоже кроме того они закупаются учебниками они уже не хочется уходить а вот школа рядом а это какая-то авантюра а вдруг там будет хуже поэтому на регулярные уроки сразу привлечь студентов новых учеников родителей очень трудно но если вы открываете кружок тем более на тех условиях которые скажу я вам чуть позже про организацию мы придем к ней то в этом случае никакого риска нет люди ничем не рискуют более того получается что ну это же кружок я могу попробовать я могу походить это все еще с недели я не бросаю свою школу я все еще в ней потом уже когда они к вам придут и увидят ваши потрясающие уроки конечно же они может быть задумаются о том чтобы перейти к вам и на уроки тоже и мы им в этом поможем я тоже расскажу как вот но этот страх перед сменой школы его не будет и он вам очень сильно поможет пункт второй есть также люди потенциальные ваши потенциальные ученики которые не ходят в частные школы потому что они тоже думают ой это регулярно это постоянно я не исправлюсь а он не хочет ребенок например это потом вот на постоянной основе люди тоже боятся ходить это какая-то ответственность книжный клуб с положительной коннотацией на многих смыслах он мотивирует людей на то чтобы все таки попробовать то есть ну это же всего лишь раз в неделю это не регулярные занятия можно попробовать на самом деле это регулярные занятия но мы потом никому не скажем сам формат кружка помогает очень сильно помогает то что дети сами воспринимают это не как уроки это очень близко к урокам вы потом увидите но дети воспринимают это скорее как какое-то развлечение это не уроки а значит можно попробовать у них меньше будет страха и наконец скажу такой маленький момент интересный у нас в Смоленске есть так называемая плохая карма для бизнеса то есть я общаюсь вот вы сказали про фитнес я общаюсь с людьми которые основывали бизнес в других городах и открывали филиалы в Смоленске среди них есть ну города точно могу сказать что были Москва Санкт-Петербург Калининград и точно могу сказать что были фитнес и робототехника и бро и самое интересное что все эти люди говорили вот тот бизнес который работает а все-таки школа и наши уроки с вами это тоже в каком-то роде бизнес даже наши частные уроки так вот те бизнесы которые открывались в других городах и работали в них замечательно в Смоленске не работали так вот книжный клуб открылся у нас в марте это не так давно и спустя пару уроков не было места то есть сейчас у нас уже есть люди которые ждут сентября чтобы начать уроки я не могу их сейчас взять потому что уезжаю но так или иначе получилось что у нас уже сейчас есть люди которые ждут сентября потому что мы открылись в марте стоимость одного часа примерно в нашем городе уточните пожалуйста анастасия спрашивайте ли вы про стоимость часа в школе частной или часа репетитора а хотя что я отвечу значит стоимость часа в нашей в наших школах в Смоленске составляет примерно ну там от 220 до 350 рублей у нас 350 индивидуально репетиторы тут давайте по-честному все очень сильно разнится я в свое время рассказывала на вебинаре про построение личного бренда и про то как как вам оценить себя правильно я не говорю высоко я говорю о том что среди тех преподавателей которыми я общалась очень многие ставили цену намного ниже чем они заслуживают это обидно и если мы говорим в группе у нас 200 ну у нас примерно так же то есть 220-350 если в кружке если это частный урок у меня есть знакомые репетиторы которые получают 250 рублей за час средняя цена наверное будет 350 рублей там примерно но я скажу вам так что моя цена за час составляет 1200 рублей в нашем городе у меня есть клиенты собственно говоря их достаточно много чтобы я работала без выходных вот это очень печально на самом деле потому что когда приходит студент с интересным каким-то случаем понимая что уже как бы ну я буду ходить утром хорошо давайте то есть у меня например цена 1200 рублей за час и насколько я знаю в Смоленске максимальную цену которую я слышала это 800 но это выстраивание личного бренда если хотите я об этом расскажу и даже наверное сделаю тоже бесплатный вебинар вот как добиться того чтобы вас ценили вот потому что я тоже работала я работала и за 250 рублей в час и за 150 рублей в час много лет назад правда но да и было такое что ездила по ученикам такое это все это все как бы это все этапы которые нужно обязательно пройти если у вас этого этапа не было это странно вам повезло правильно Анастасия правильно говорит вот задатки личного бренда ценить свой труд понимать сколько он стоит главное уметь ученику объяснить почему вот но вернемся все таки к книжному клубу и так он заработал в Смоленске заработал он очень хорошо сейчас уже несколько групп ждет и еще сейчас едет через две недели приедет 18 человек ко мне привезенные готовые просто вот так я вам расскажу как это сделаю как это было сделано но давайте вернемся к вашим ответам что такое книжный клуб много чего пообещала давайте все таки исполнять значит по поводу книжного клуба что мы пишем чтение обсуждения обыгрывания книжек увлекательный способ изучения языка где дети незаметно для себя улучшают уровень языка реклама встречи детей обсуждения конкретной книги разыгрывания различных ситуаций но не чтение всей книги если таков встреча в кафе не в студии аутентичная литература делаем follow-up activities отдельно это основные занятия встречи куда приходят либо совсем новые дети но и работа в другом формате чтение книг отработка лексики и грамматики вокруг них молодцы молодцы все хорошо считает одно произведение дома на занятии отрывки обсуждения объяснения сложного отработка лексики спикин упор чтение на самом уроке и так далее и вы все правы это все является книжным клубом итак что такое книжный клуб изначально если мы берем например ну то что я вспомнил серебряный век серебряный век литературный кафе обсуждение книжечек за кофе нам это не подходит дальше попробуем с вами следующее взять это например магазины издательства организуют книжный клуб где люди обсуждают книжку это тоже нам не подходит даст теклая дружеская атмосфера из этого мы можем что-то взять дело в том что в нашем случае когда мы организовывали English Book Club я сформировала следующее понятие которое очень рекомендую использовать вам это креативные встречи потом я скажу почему именно так креативные встречи по мотивам любимых книг по сути это очень похоже на урок который выстраивается вокруг какой-то книги или даже книг скорее даже так мы берем тему и вокруг нее к ней мы подбираем книгу которая подходит это может быть либо тема например family или тема например animals и к ней мы берем одну две может быть даже мы успевали однажды три книги прочитать ну с малышами или от противного мы берем книгу например Peter Pan и по ней уже делаем строим урок книжного клуба у самого словосочетания сейчас конечно запишу одну секундочку так наверное я просто открою потом презентацию для скачивания креативные встречи по мотивам любимых книг пожалуйста у книжного клуба как у словосочетания есть положительная коннотация то есть когда люди слышат это в отличие от разговорного клуба который очень полезен и может быть сделан просто потрясающе или игрового клуба та же самая ситуация вот игровой клуб разговорный клуб это что-то такое поверхностное родители воспринимают это как что-то не основательное в отличие от книжного клуба книжный клуб это прямо основательное что-то такое это кружок понимания родителей и тут начинаются наши острые углы если вы эти острые углы обойдете то у вас будет успех даже не острый угол такая знаете каркозябра из острых углов нескольких значит острый угол номер раз это не уроки на самом деле это почти как идет фотосформат похож на уроки но на уроках у вас родители имеют право потребовать результат в виде тестов в виде дипломов и так далее поскольку у нас книжный клуб если вы даете его не как дополнение к основным урокам то есть занятие 3 раза в неделю и тут он играет просто всеми красками сияет а если вы даете его отдельно раз в неделю то родители должны понять что за раз в неделю вы можете поддержать их я потом об этом скажу но когда мне задают вопросы родители о том что это такое для чего как что будет я говорю о том что для того чтобы учить английский у нас уроки английского языка и вот они приходят из другой школы и говорят да 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 вы хотите выходите на английский как ребенок любят нет не очень на наших занятиях по книжному по книжному клубу дети приучаются любить английский и книги и чтение любить английский и чтение это наша основная цель конечно же мы будем учить новую лексику конечно же мы будем закреплять пройденную лексику конечно же у нас будет коммуникативный метод игровой подход и так далее но для родителей им нужно сразу дать понять что это не урок это именно кружок но при этом опять таки отовременно с этим неважно не создать отрицательного реакции и важно дать понять что это не клуб чтения потому что многие родители когда их спрашивали говорят о том что ну это же кружок чтения то есть дети читают книжечки да к вам так много людей не придет просто по той причине что к сожалению практического смысла это не несет а сейчас такой век что все происходит очень быстро нужно быстрее нужно только практику только разговор быстро сдать экзамены уехать за границу и клуб чтения в этом не сильно поможет тут клуб чтения пойдут только те люди которые любят книги до этого любили и которые такие клиенты у вас будут такие ученики у вас будут это самое классное но в этом случае людей у вас к сожалению в клубе будет немного поэтому нужно дать понять что мы разговариваем так давайте переверну слайд мы разговариваем не чтение не урок креативной встречи по мотивам книги посмотрите пожалуйста как это должно выглядеть как и должно быть оформлено что нежелательно что желательно дать понять что мы разговариваем красим создаем работаем с книгой что у нас опять таки это вот креативные встречи да по мотивам младшее звено при этом да оно прочитывает за урок книгу или даже две старшее звено читает отрывки мы причем все любить английский наша задача чтобы человек потом дома тоже им занимался и конечно же книги потому что многие родители хотят чтобы их дети читали дальше вы можете показать количество активий через материалы я каждый раз в группе публикую перед уроком вот такие материалы и в результате приходят еще больше родителей которые потом не влезают в группу дети расстраиваются приходится брать неважно извините так вот через материалы вам нужно понять что будет поддержка что после каждого урока у ребенка есть возможность прочитать книгу через видео видео вы можете найти в интернете и я по всем книгам которые я предлагаю сейчас уже подготавливаю видеозаписи где мы не просто читаем я если хотите потом дам ссылку на ютуб там происходит чтение и одновременно слова подсвечиваются картинки появляются то есть ребенку как бы удобно плюс с книгой идет работа дополнительно задаются вопросы и так вот эти фразы которые вы видите на экране это те фразы после которых родители это те фразы которые я видела что у родителей поменялся взгляд то есть я произносил эту фразу и кто-то оставлял своего ребенка на уроке на нашей креативной встрече это не просто чтение на встречах мы разговариваем играем поем мастерим ваш ребенок каждую встречу получает личную книгу вот это очень важно так я сейчас запишу себе дать ссылку на ютуб дам ее в конце а запишу я чем ссылку на я дам ссылку на чтение книг как это сейчас а у нас сейчас там есть только видео с не совсем того формата к которому мы перешли тот формат я позже выложу но ссылочку я вам дам по поводу времени скажем позже но по сути у нас это занимает один час шестьдесят минут это можно делать и полтора часа потому что мы часто что-то не успеваем приходится задерживаться то есть час полтора точно не сорок пять минут сорок пять минут мы ничего не успеем наши уроки длятся час при желании их можно то есть в спокойном режиме за полтора взяв дополнительные активити которые тоже там есть и так позже расскажу вам про рекламу и конечно же то что вы даете видео после этого очень многие родители сейчас популярны билингвы англомамы и так далее очень многим родителям просто нужна англосреда они не клиенты частной школы они не будут ходить в частную школу они не будут ходить к репетитору им нужна англосреда где дети говорят только на английском и на английском что-то делают это наш случай это наши потенциальные клиенты вот про англосреду я была удивлена сколько звонков поступило именно с этим запросом обязательно что нет ДЗ а только появляется ДЗ это урок восприятие ученика какой бы классный урок встречи вы не провели как бы здорово не было подсвечивающие слова и прочее я все расскажу сегодня это будет по поводу рекламы я отдельно этому блог посвящу не волнуйтесь мы все успеем правда задержимся на примерно 7 минут итак как только появляется ДЗ это урок нет ДЗ дети сами просят пойти на урок то есть у нас были случаи когда дети которые ненавидят английский которые уходят от репетитора просто вот убегают убегают с урока в школе плачут кусаются до этого доходило на наши уроки они мама мама когда когда мама звонят а можно ли сделать два раза в ней неделю ребенок хочет и так это урок вокруг книги или урок вокруг какой-то темы которые подобраны книги в зависимости от того что вы хотите сделать на самом деле оба варианта работают хорошо и так острые углы мы обговорили то есть первый острый угол это не клуб чтения второй острый угол это не уроки уроки и третий момент мы привлекаем людей англосредой тем что у нас креатив и обязательно каждый ваш ребенок получит личную книгу на каждом уроке еще мы разыгрываем это очень помогает кстати мы разыгрываем с помощью репостов и книжки среди родителей но правда не в вк вот но это работает рекомендации розыгрыш книжек через рекомендации работ но похоже а вот то что каждый урок ребенок получает свою книгу это работает замечательно плюс к тому у ребенка складывается особое отношение к уроку и к этой книге одно дело если вы дали допустим материалы раздельно на листочках а другое дело когда они оформлены в личную книжечку которую мы подпишем обязательно к начале каждого урока я вам покажу ну вот у нас книжечки вот то как они выглядят все расскажу вот и в книжечке есть как правило текст либо самой книги либо песенки к ней и а вот моя любимая книжечка да я вам потом ее покажу подробнее это мы с учениками делали да вот каждый ребенок подписывает свою книжечку это мне разрешили одолжить показать вам как это выглядит а оправданно для материального изготовления книги каждому ребенку совершенно оправданно я вам расскажу что сколько выходит напомните мне кстати вот бюджет я позже расскажу оправданно более того учитывая что вы набираете ваша задача набрать детей даже если бы вы выходили с этими уроками в ноль это все равно было бы оправданно потому что эти бы дети к вам потом пришли на основные уроки как это и происходит например у нас но вы не будете выходить в ноль не бойтесь я вам все расскажу так значит уже рассказываю собственно говоря пожалуйста расскажите мне вот вообще по времени немножко не укладываемся ну ладно расскажите мне пожалуйста тот момент когда у вас негативно настроенный родитель или ребенок переменил свое мнение понятно что сейчас это происходит постепенно но были ли у вас какие-то случаи когда тот кто не хотел допустим ходить на уроки или не хотела давать ребенка на уроке какая-то может быть фраза какой-то элемент урока что было какой-то переломный момент я очень хочу услышать потому что это важно это то самое что можно потом использовать да вот как мои например эти вот фразы сейчас одну секундочку покажу вам слайд значит так мы вот то что у нас подготовка к каждому уроку и то а и вот расскажу вам пока вот вы пишите свои истории надеюсь вы их пишете потому что это важно это то что поможет потом переломить родителей чужой опыт важен я расскажу вам две своих истории за одну минуту первая история приходит и как раз таки вот по поводу материальной ценности тоже расскажу у нас на уроках стоимость разового посещения 400 рублей стоимость ну была это потому что была акция поскольку мы только запускали клуб то есть 350 если оплачиваете за месяц сразу по количеству занятий а 400 рублей если вы приходите разово даже это уже купала и значит приходит мама точнее бабушка с девочкой на пробу я потом расскажу как сделать так чтобы приходили на пробу много не бесплатно это должно быть не бесплатно так вот приходят на пробу прошли занятия мама бабушка подходит к ребенку видно что люди обеспечены и очень серьезные строки и она спрашивает ну так что ты хочешь заниматься говорит да 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 глазки аж горят она говорит ты уверена что ты хочешь заниматься а перед этим она спросила говорит у вас сколько занятий говорю 350 если вы ходите регулярно она говорит за месяц а вот тут уже не окупится если вы за месяц будете такую сумму брать не окупится и это видно и говорю нет за урок она говорит девочки хочешь она да 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 хочу ты точно хочешь да 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 хочу она отчитывает деньги смотрит на них смотрит на девочку честно говоря я уже как-то подустала и уже начинаю думать что надо идти она всю девочку допрашивает вот ты уверен что ты будешь ходить это не будет как с тем-то 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 кстати девочка до сих пор ходит девочка говорит да 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 Она стоит, смотрит на деньги, молчит. И тут девочка, знаете, как котик так, и сводит деньги мне. Всё, посмеялись, пошутили, женщина оттаяла, увидела, что ребёнок прямо-таки горит. А второй случай это был, когда я показала вам фотографии с мальчиком. Я думаю, значит, приводит мне мама, она с частного сектора, она занимается на частных уроках в бизнес английский, привела мальчика, предупредила, что мальчик 12 лет не умеет считать до 12, до 20, простите, до 12 может, до 20 нет. То есть в школе уроки проходят мимо. Но не буду рассказать о подобности, в общем и целом, ребёнок всей душой искренне ненавидит английский язык, ненавидит всё, что с ним связано, и тем более ненавидит книги. А книги на английском языке, так это вообще ад. То есть заниматься с ним не получается, ребёнок сменил 3 частных школ, они пробовали репетиторов, попросить написать это ко мне. Я говорю, нет, давайте вот в книжный клуб сейчас всё увидим, посмотрим, получится ли. Предупредила меня, что он может уйти с урока. Может просто уйти с урока. Говорит, в этом случае ничего не делайте, как бы вот мы пробовали ему и айфону дарить, и велосипеды дарить. Не хочет. И вот вы видите с ним фотографии. Он ходит, он ходит регулярно. У нас был урок, мы делали таких вот фей, кстати, вот это зеркальце мне помогло сделать, точнее, идейный вдохновитель этого зеркальца, это Екатерина Старшевская. Я думаю, вы многие её знаете. Мы с ней вместе делали этот урок, сочиняли, потому что у меня уже голова кругом шла, она помогла с идеями. Катя полна идей всегда. Не, не это Катя, это Катя. И, значит, что мы сделали? Я постоянно ему давала неправильные глаголы в книжечках с текстами. У нас были такие вот феи, сейчас я отделю аккуратненько. Отделишься ты? И на другой стороне феи мы писали глаголы. На одной фее, например, find, на другой found. Много-много разных фей, все они вырезаны по контуру, там аниме феи, разные, разные много фей. Вот. То есть у нас есть материал, где все эти феи уже есть. И на другой стороне мы просто подписываем на одной фее, например, find, на другой found, на одной go, на другой went. Раскладываем это всё по тому помещению, где мы занимаемся. И дети должны сначала собрать себе как можно больше фей, а потом они ими меняются. Есть ли у тебя такой-то глагол? Есть ли у тебя такой-то глагол? И всё это на английском. А потом уже мы работаем с текстом, где есть эти глаголы. Это по Питеру Пену, это, а нет, это по, да, это по Питеру Пену урок. Спасибо. Вот. И мальчик, наконец-то, он сидел, молчал два урока. Молчал, делал ошибки. Конечно, приходилось ему помогать писать. Неприятно, когда 12 лет, да, ты понимаешь, что кто-то уже говорит, а я вот всё ещё. И в этом случае что произошло? Он сказал глагол found. То есть у нас написано глагол в начальной форме, там идёт текст, и нужно прочитать предложение. И он говорит found. Всё. Вот я уговорила, что мама звонят, да, это вот мама звонила, в том числе и его. Она звонила, сказала, говорит, а можно ли почаще как-то делать, очень просит, очень хочет. И самое интересное, он стал заниматься с ней дома. Она ходит ко мне, соответственно, она может что-то дать ребёнку. Начальный уровень-то, конечно, может. Я им дала книги, по которым заниматься. Раньше он убегал, раньше даже за подарки не получалось, он начал. Да. Итак, я посмотрю, ваша ситуация успеха. Так интересно, я так люблю, когда что-то хорошее происходит. Креативный подход по рекомендации. Вот и переломный момент хочется какой-то. Что-то хочется такое. Видео со своих уроков. Очень хорошо. Видео – это важно. Сегодня я вам скажу, в какой программе я работаю. В двух. Крафтс. Обязательно. Рисуем даже со взрослыми. Да, да, да. У нас ситуация успеха возникает потому, что мы работаем со взрослыми, а они как на больших детей. Конечно, некоторые вещи слишком детские нельзя, но игры должны быть. Карточки, стеллаж. О, да. Обязательно что-нибудь. Вот в моем случае, да, стеллаж, это я вам покажу сейчас, что. То есть наш стеллаж – это то, что я выкладываю вот такие вещи для родителей. Они это очень ценят. Так. У нас в городе не привыкли к такому. Ирина, так вот ваш шанс. У вас, значит, еще есть, как же это называется, место, куда можно открыть маркет для вас. Видеофотографии. Анастасия, да, 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 Ирина, давайте вперед, я вас верю. Каким я в основном работаю? Это очень затруднительный вопрос, потому что сейчас получается, что со всеми. Работала в частной школе с младшим звеном, вплоть до дошкольников и до 12 лет. Затем ушла частно преподавать, поработала над отличным брендом. Это было нелегко, это заняло несколько лет. Вышла на тот уровень оплаты, который меня более-менее устраивал. То есть 1200, да, это не максимально, это средний мой чек за урок. То есть может быть и больше, если, например, клиент с Москвы по скайпу. Вот, но сейчас, видите, и с детьми тоже. Вот. То есть конкретная ниша, это очень сложный вопрос и не тема нашего сегодняшнего вебинара, потому что я знаю людей, которые концентруются на конкретной ниши. Это вызывает доверие и это привлекает клиентов. И скорее я бы порекомендовала вам такой способ, нежели то, что происходит сейчас у нас. Потому что у нас, ну, хотя с другой стороны, посмотрите, мы начинали, я начинала вообще с хипстеров. Моим основным клиентом были хипстеры. Потом получилось, что среди этих хипстеров мы вышли на бизнес, потому что очень многие, наш бизнес изменился вместе с ними. Они пошли в бизнес, мы шли с ними вместе. А потом у этих хипстеров есть их дети, и они начали приносить к нам своих детей. Вот. Ну, на самом деле, не много детей, но это было начало. Итак, пошли дальше. Поговорили про историю, посмотрели. Мы переходим к рекламе. Вот здесь сейчас будет самое вкусное. Итак, как вам создать школу? Как вам создать набор? Правильно говорят, в основном наберется через сарафанное радио. Если вы сделаете уроки правильно, грамотно, а я в это верю, или можно просто сделать, как у нас, у нас все работает, работает очень хорошо. Это небольшие брошюры, которые раздавала родителям. У меня должна быть вот такая бумага. Вот такие брошюры. Вот. Здесь ключевой момент следующий. Приводим двух человек, 25, 3, 50, 4 человека, 100. На один месяц занятий. И тут такой момент, что для того, чтобы перевести человека по рекомендации, я выдавала вот такие билетики. Я их не разрезала. Я давала родителям просто, что отрезайте. И подтверждала. Ну, у вас же максимум 4 человека, так что постарайтесь не отрезать лишнего. Находились хитрые мамы, которые думают, что они самые хитренькие, а отрезали себя побольше. Ну и кто тут хитренький? Конечно же, хитренькие мы с вами, потому что они отрезают побольше, раздают по большему количеству людей, в надежде, что придет 4 человека. Они же не знают, кто придет, кто нет. Соответственно, это очень удобно, что они сами отрезают и себе берут лишнее. И обойдите мне на формулировку. Этот билет на 10% скидку подарен. Имя дарящей мамы. То есть это как подарок. Эти карточки красивые, на твердой бумаге распечатаны и так далее. Так. Теперь пошли по поводу набора клиентов. Не сарафанное радио, потому что сарафанное радио нужно набрать кого-то для начала. Что здесь нужно и можно сделать? Одну секундочку. Так. Все, не те листочки. Где мой листочек в организации? Значит, по рекламе и по набору учеников. У нас нужно зарегистрироваться в ВК, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Возможно, в чем-то одном. У нас лучше всего работает ВК, но только по той причине, что ВК я сама вращаюсь, и там больше контактов, там больше людей, там больше выходов. В Фейсбук – это более серьезная аудитория. И я слышала негативные отзывы по поводу одноклассников. Так вот, мы просто не умеем их готовить, этих одноклассников. Оказывается, одноклассники – это огромная потенциальная стезя для учеников, для вашего книжного клуба. Если вы можете работать только с конкретными детьми, от 5 лет и младшей школой, то с ними и работаете. На самом деле, ключ в том, чтобы… Я отвлекусь ровно 30 секунд, 20. Когда я ушла сейчас на школу, мне несколько преподавателей из этой школы позвонили, спрашивали, почему ушла, как ушла, что и так далее. И некоторые из них спросили… Ну, это было где-то спустя, как ни странно, год или два. То есть, спустя долгое время. Почему они спрашивали? Они начали думать сами о том, чтобы уйти. И первая спрашивала, говорит, а вот стоит ли, а получится ли, а… Я говорю, а чем вы любите заниматься? Она говорит, ну, там на «ты» было. Чем ты любишь заниматься? Она говорит, ну, если честно, печь люблю. Я говорю, ну, так пеките, пеки. То же самое. Нравится заниматься в нашей школе? Занимайтесь, потому что, если вам это нравится, вы сможете посвящать к этому больше времени, иначе будете в этом лучше, чем другие. Это очень простой рецепт. Если вам что-то нравится делать, вы занимаетесь много, вы практикуетесь, вы только добиваете успеха. Это не вопрос таланта. Талант – это не то. Везение тоже, кстати говоря. Итак, вот вы зарегистрировались в социальных сетях, но рассмотрим на примере ВКонтакте. Вам сразу же я рекомендую взять такую обложку. Она стоит 300 рублей, кажется, или 200 рублей она стоит. И, по-моему, там есть бесплатная версия на некоторое время. Я знаю людей, которые там как-то с ума сходят, подключают одну и ту же группу с разных аккаунтов, но бесплатно сидят. То есть, я не считаю, что 300 рублей за месяц – это такие большие капиталовложения в данном случае. Почему она хороша? Она показывает новых клиентов. Она показывает… Ну, клиентов можно селить и по дезертиру, и по группе самой. Что касается этого, тут удобно разыгрывать книги через это. Мы еще это не начинали, потому что очень поздно стартовали. Начинаем с сентября. Удобно разыгрывать книги, удобно устраивать конкурсы и так далее, и там подобное. Вот. Сайт. Вот он у вас написан. И еще такая странная надпись, да? Ваш город плюс мама плюс форум. Помните, я говорила, да, о том, что мне привезут много людей, много детей привезут? Прямо на автобусе. Я не шучу. В нашу студию привезут детей на автобусе. Потенциальные клиенты приезжают на автобусе. Почему? Я вам в начале вебинара рассказывала, что было обсуждение на одном из форумов о Конон, Конон, Конон. Опять-таки, личный бренд имеет значение. Мы начали работать над ним прямо сейчас, если мы не начали работать. И тут на форуме пишут мне владельцы форума этого. И оказывается, что пока я ВКонтакте по крупицам собираю мам через таргетированную рекламу, через небольшие группы по 5-8 тысяч человек, выясняется, что у них форум, на котором, ну, изобретельное какое-то количество участников. У них в одноклассниках-то 40 тысяч подписчиков. В общем, очень много. Такое ощущение, что все мамы Смоленска там. и тысяча человек в день читает этот форум. Они пишут и просятся на уроки. Поэтому все организуем. То есть форум – это то, о чем я не подумала, о чем я рекомендую подумать вам. Потому что мы привыкли сейчас либо рекламу по городу, либо листовке, либо социальной сети. Форумы. Многие забывают о том, что есть форумы городские. Название вашего города. Мамы. Набираете форум. Находите. Регистрируете. Да, Инстаграм, конечно. Простите, не упомянула Инстаграм. Через Инстаграм тоже хорошо приходят клиенты. Вот. И что еще может быть? Еще могут быть листовки. И тут есть небольшой для вас лайфхак. Если вы репетитор или хотите подрабатывать после общеобразательной школы и так далее и так подобное, или хотите выставить после частной школы, и вам нужно раздать листовки, посмотрите, пожалуйста, почтальона. Познакомьтесь с ним. И за 100-200 рублей он разнесет вам листовки по всем окрестностям. Ну, если это не Москва. На Москве, наверное, подороже немножко будет. Но он и так, почтальон и так обходит все эти дома. Ему нетрудно закинуть листовки. Главное просто подходить и поговорить. Это просто суперский лайфхак, потому что аналогичная услуга стоила бы 2000 рублей. Как бы 200-2000 есть разница. И то, как бы она договорилась на 100, я просто все это еще добавила. Вот. Это такой вот лайфхак просто по сравнению листовок. Но они не очень хорошо работают. Итак, мы посмотрели на то, как рекламировать. Что касается фотографий. Вот такие фотографии выкладывать нельзя. Команда... Анастасия, я пока рассказываю. Расскажите, что вы имеете в виду под командой. Что касается фотографий, которые вы выкладываете в интернете, которые вы публикуете на листовках. Потому что, скажу честно, со мной рядом начинала школа. Они сняли офис больше, чем у меня. Они дали хороший старт. И вся реклама у них была без их детей. Я не знаю, почему. Неужели нельзя было, как бы, да, взять со своих уроков и так далее. Но вся реклама у них была с картинками из интернета. Не знаю, связано ли это, но они прогорели. Причем они прогорели точно быстро. Вот полгода я наблюдала их и все. Нет, у меня небольшая команда педагогов. Очень трудно найти... Это отдельная тема. Нет, у нас небольшая команда. Это я, помощница, которая занимается соцсетями. Преподаватель, с которым мы сотрудничаем. Которая меня ведет в взрослых. И еще... Кто еще? И помощница, которая занимается... Ну, там, скорее, это моя личная помощница, поэтому это не важно. Нет, педагог у меня только один. Я еще очень сильно ищу второго педагога. Потому что у нас приходят люди... Я ездила в Америку. Ну, половина нас ездила в Америку. Давайте честно, как бы... Можно ноги занимать срок и тревел и гранты и так далее. Очень сложно найти педагога, я совершенно согласна. Практически нереально. Когда я работала три года, у меня была работа три года или четыре, я пришла в свою частную школу, ну, которая отработала, честно, три года. Я пришла уже с опытом работы, я сказала, возьмите меня, пожалуйста, хоть за бесплатно. Я думала, что найду выход, если возьмут за бесплатно, они взяли за деньги. Потому что я понимала, что еще учиться и учиться. Сейчас люди приходят, ты им помогаешь написать конспект, ты им помогаешь в разных... Потому что учиться, как бы, и мне надо учиться. Я подозреваю, что, как бы, нам всем надо учиться, продолжать развиваться. А люди приходят, как бы, уже с таким отношением, что я уже супер преподаватель, мне уже ничего не надо. И конспекты я писать не буду. И отчитываться я не буду. Это тяжело. Ищем пока что еще одного педагога. Забавная история была, искала преподавателя для младшего звена. Говорю, вы не боитесь работать с четырехлетками? Он говорит, нет, не боюсь. Сижу, а я боюсь. Мне всегда страшно. Да, кстати, лайк пришел, собственно говоря, потому что была обещана определенная зарплата в два раза больше, чем в частной школе. А когда пригласили сделать урок, она начала переводить и предложила весь урок изучать вот с юным. Талантливых педагогов много. Все талантливые за ним. Вот талантливые сидят. Качество чего, простите, пожалуйста? Качество их работы, я не знаю. Мы с теми, с кем не сработали, с теми не сработали. К сожалению, их качество нам не подошло. Поэтому пока что сижу с одним преподавателем, такая разборчивая. Но я верю, что удастся вытащить того, кто еще не организовал свою школу, не устроился в частную и готов с нами работать. Нужен частный преподаватель. Итак, почему эта фотография на четырехлеток? Она хороший преподаватель. Она хороший преподаватель, но она привыкла работать с очень большими группами. У нас до шести человек. Мы не даем набираться больше шести человек. Даже если просят, даже если согласна вся группа, мы не берем больше шести. Я знаю, что сейчас берут у нас все восемь человек. Некоторые добирают до десяти человек. Я не могу справиться с восемью-десятью, потому что я начинаю понять, что я забыла, а где сделал ребенок ошибку. А надо было бы ее вставить через три-четыре минуты снова в каком-нибудь предложении. Я это забываю. Нет. Толку не будет. Согласна с вами полностью. Почему эта фотография плохая? Давайте посмотрим. Во-первых, качество фотографии. То есть она не яркая, она не очень красивая. В ней есть хороший момент, потому что вы видите, что дети показывают, что вот у нас есть что-то классное в книжке. Негативный момент в лицо девочки на переднем плане. Если вы выкладываете фотографии, пожалуйста, не выкладывайте фотографии с детьми, которые сидят вот так. Не надо. Нет, если там что-то еще есть на этой фотографии, что вам очень нужно показать, тогда ладно. И другой фотографии с ними нет. Такое бывает, все в порядке. Но вот эта фотография шла как основная рекламная фотография. Так нельзя, потому что как основная она точно не подходит. Первое. Не яркая, не обработанная. Второе. Ребенок сидит с грустным лицом. И они показывают что-то, но я не совсем поняла. Они показывают просто книги. Не то, что они сделали, а то, что... Просто из книги. Отрывочек. Надо показывать то, что они сделали. Должна быть эмоциональная реакция. Вот фотографии с наших уроков. Мы показываем, что мы сделали, мы показываем, какие книги мы читаем. Мы показываем, что у нас очень много активити, что дети активно общаются, разговаривают и эмоционально реагируют. Если ребенку не все равно, родителю тем более будет не все равно. Да, это начало становиться бизнесом, поэтому мы и не хотим этого. Я не хочу. Я считаю, что мы с вами, преподаватели, нам интереснее все-таки. Нам важно, чтобы... Конечно, хочется получать достойную оплату за свой труд. Но труд стоит на первом месте. И дети стоят на первом месте, ученики стоят на первом месте. И день зарплаты... Я уверена, что вам гораздо больше радости приходит день, например, когда у вас ученики хорошо сдали тест, или что у них получилось, чем день зарплаты. Я готова с этим поспорить. Но это возможно при достойной оплате, когда у тебя есть что... На что жить. По поводу разработок я вам потом расскажу, Марина. Дело в том, что и у Кати Старшевской есть на эту тему вебинар, и я вам расскажу сегодня о некоторых моментах. Есть несколько способов подготовки к уроку. И некоторые из них всегда не требуют большого количества времени. Вот. Глупость из папки Маши, как здорово. Выложите, пожалуйста, в группе, а мы посмотрим. Предложите в новости, например. Так, пошли дальше. Значит, мы разобрались с тем, где рекламировать, что использовать и какие фотографии выкладывать. Давайте честно, выкрутить настройки яркости и контраста можно абсолютно в любой программе. Это не трудно. Это занимает секунду. Хотя бы это. И сфотографировать улыбающегося ребенка, который держит это полезно в руках. Наверное, вам понравилось объявление про конкурс. Делюсь. Запишите, пожалуйста, себе этот сайт. Программа элементарная. Вы можете посмотреть, что видео разрезается ножницами. Сверху накладываются спецэффекты. Все здорово. Еще есть программа Эксплит. Так, сейчас одну секундочку. Я посмотрю, какой у них сайт. Эксплит Бородка. Она платная, к сожалению, но сейчас я вам покажу по поводу этого тоже. Значит, еще есть. Я пользуюсь Эксплит. То есть, эту программу я пользуюсь для рекламок. А Эксплит там мы пользуемся, я пользуюсь для того, чтобы делать видео уроки уже какие-то основательные, где надо много чего подписывать. Потому что эта программа, она очень ресурсозатрата. Она очень требует много качества компьютера. Эксплит он не требует. Вот. И Эксплит, он вообще платный, но он, по-моему, у него есть бесплатный материал. И поскольку у меня есть выходы на эту компанию, я у них переводила, я у них переводила сайт их. Я думаю, частично. Там, если вы видите ошибки, это не мое. Может быть, я смогу с ними договориться, чтобы сделать скидку. Но, если честно, это почему раньше с Эксплитом и Муави работал? Это потому, что у меня айфона не было. И телефона вообще не было. У меня был кнопочный телефон, я ходила с ним как старушка. И мне было хорошо. И когда мне пытались впихнуть эти, вот знаете, новые красивые телефоны, я так, нет, 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 я боюсь, я не хочу. Нет, 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 ничего не надо. Интернет с компьютера посижу. Ну, я немножко такая, old school. Надеюсь, что вы нет. И если у вас есть нормальные человеческие телефоны, то на андроиде ли они, или это айфоны, неважно. Загружайте любую программу для редактирования видео. Их так много сейчас. Я посмотрела, у меня уже голова разрывается. Я думала вам сделать подборку самых классных, но, честно говоря, там половина классных. Но вот то, с чем я делала объявление, вот оно. Пользуйтесь, пожалуйста. Я думаю, у вас сейчас так вот оскоминно пошла. Конва. Вы знаете, надо делать по ней не вебинар, по ней надо делать бесплатно этот самый... Я обнаружила, наверное, штук 10 фишечек. Например, настройки яркости можно выкрутить прямо в конве с картинкой работы. Конвоем пользоваться обязательно. Это must have. Теперь еще небольшой лайфхак по поводу того, когда вы развиваетесь, когда вы... То есть мы поговорили про организацию, мы с вами поговорили про то, что это такое. И сейчас я вам рассказываю про то, как организовать рекламу. По рекламе используют сейчас все люди канву. Если у вас позволяет материальное положение, я очень не люблю, когда люди меряют по себе. У кого-то огромная школа и доходы огромные, у кого-то... Просто у меня часто все ходит на книжке. Я больной человек, мои вкусы очень специфичны. Поэтому я не знаю, какая у вас, по-моему, посильная, какая нет. Но я думаю, что можно попробовать найти Quark. Сейчас, секундочку, я его, наверное, беру. Это сайт для набора фрилансеров. Для чего он вам нужен? Не надо заказывать дизайн. Не надо заказывать дизайн. Это дорого, долго и неудобно. Закажите у Quark фирменный стиль. Фирменный стиль официально стоит 50 тысяч. Не стоит он столько. Можно фирменный стиль добыть и за 500 рублей, и за 1000, и за 2. Просто попробуйте нескольких фрилансеров и разработайте следующий набор. Ваша эмблема, фирменные рамочки для оформления постов в разных соцсетях. Обратите внимание, в разных соцсетях. И так, эмблема, рамочки, фирменный фон. И по возможности, чтобы они вам сделали какие-то там, может быть, листовку, да. Все. На что вы будете ориентироваться при создании. Все, у вас есть фирменный стиль, все посты оформляются в фирменном стиле. Это совершенно другое отношение ваших учеников. Меня спрашивали, окупается ли книжный клуб. Да, окупается. Все окупается по той причине, что люди уважают то, что делается. Потому что это делается качественно. Приходится вкладываться для того, чтобы получать отдачу. Так. Значит, видео, картинки поговорили. Как фотографии. По организации, подождите, сейчас, секундочку. По рекламе еще. Что я вам не сказала. По рекламе сказала все. Теперь пойдем, пошли по организации. Значит, отлично. Осталось минус 7 минут. И мы переходим, собственно говоря, к вопросу по организации. Так. Что нам важно по организации? Одну секундочку. Где мои все слайды? Итак. Первое. Про рекламу курса я рассказала. Про то, что говорить родителям я рассказала. Места я рекомендую 6 человек. Где проводить? Если у вас есть помещение, проводите в нем. Очень здорово проводить открытые уроки в кафе. Как договариваться с кафе? Я сейчас уже перехожу на такой, знаете, как бы пунктирный тон, потому что я вижу, что я вас немножко задерживаю. Извините. Значит, как переходить на... Одну секундочку. Как переходить на кафе? Значит, у вас есть возможность поговорить с ними и договориться о том, что... Спасибо. Договориться о том, что вы приводите им клиентов. В моем случае кафе пинало меня вести этот клуб. Честно, вот да, вот написали о том, что тяжело, времени много уходит. Меня практически выпинули вести клуб для детей, я до этого вела им взрослых. Почему? Приходят люди, люди пьют чай. Люди едят. Приходят дети, мамы ждут. Мамы пьют чай, мамы едят. Это пункт первый. Если у вас есть кафе, такой формат, как у нас, например, Смоленск, можно брать... Это по-датски яблоневы сады, это не матерное слово. Можете поговорить, какая у нас единственная привычная наша кафе в Смоленске, потому что все остальные, как бы, они такие, немножко странные. Вот. В нем можно сидеть, заниматься, работать и так далее. Вот у него меня, как бы, пинают регулярно, заставляют у них работать. Вот. Это бесплатно. Тайм-кафе. Вы приводите им клиентов. Если не получается договориться, они все-таки требуют почасовую оплату, я рекомендую на первое время сделать, привлекать клиентов с низкой ценой, соответственно, вот эту часть оплаты, да, распределить. Может быть, первый там месяц не будет такого большого профита. Значит, места обговорили, рекламу обговорили. Оплата. И как приводить новых клиентов, я обещала вам рассказать. Значит, приходят к вам люди. Бесплатно нельзя делать ничего. Я раньше занималась тем, что каждый месяц выделяла по два часа в неделю бесплатных для людей. И оказалось, что это не ценится. Ну, да, они как бы, спасибо, спасибо, но нет. Это было ужасно, честно. Это как будто вернулось в старые добрые времена. Если платят больше, ценят абсолютно правильно. Да, вебинар может быть в записи. Так вот, значит, ситуация следующая. Бесплатно давать нельзя. Наш вариант, который работает сейчас лучше всего, это следующий. Он работает именно в отношении книжного клуба с форматом раз в неделю. В плане регулярных уроков тут немножко сложнее. Итак, как это работает? Вы приглашаете людей, люди приходят, спрашивают по оплате. Вы общаетесь и вы говорите так. И вы приходите на урок расслаблены. Они должны чувствовать, что они ничего не должны. Никому ничего не должны. Все хорошо. Никакой ответственность. Слово ответственность – это то, что убивает родителей на повал. И они уползают от вас раненые, мертвые. Значит, вы приходите на урок, и после урока мы с вами поговорим. После урока просто спросите, ваш ребенок понравилось ли ему. Вы можете поприсутствовать на уроке и посмотреть, нравится ли вам то, что мы делаем на уроке. Нравится ли вам данный формат, подходит ли он вам. После урока вы поговорите с ребенком. Я подойду к вам в течение пяти минут после этого. И если вам понравилось на занятии, вы хотите к нам ходить, то вы оплачиваете это занятие. Если вам что-то не понравилось или что-то не подошло, вы говорите спасибо, мы пожимаем другую руку и прощаемся навсегда. Ключевое слово – навсегда. Но не подчеркивайте его, пожалуйста. В этом случае родители, как правило, они могут отсасаться на уроке, они могут посмотреть урок, сидят тихонечко, ведут себя прилично. Ни в коем случае сажать это с детьми, ни в коем случае. То есть у нас, например, это отдельный столик, стоит вдалеке, дети забывают про родителя через 30 секунд начала урока. Все хорошо. Но оплата обязательно, оплата должна быть достойная. Я сейчас про это расскажу. Если вы отказались, они понимают, что в данной студии у нас два кабинета. Я сижу в моем любимом маленьком кабинете. Еще у нас есть маленькая сбача Таня. Нет, маленькая студия. Мы поэтому еще сейчас в центре берем. Значит, оплата. Оплата помесячная. Да, кружок привыкли платить по приходу. Здесь очень много желающих. Извините, пожалуйста, но если вы хотите не помесячно, да, разово, настолько-то дороже. Это пункт первый. Пункт второй. И если есть места. У нас мы провели... На первом занятии у меня было два человека. На втором занятии было три человека. На третьем занятии шесть. На четвертом занятии мест нет. То есть, хотите прийти так, но в свободном режиме, узнавайте, будет ли как бы место. У нас это хорошо организовано. Родители предупреждают об отсутствии. Вот. Теперь, что касается... То есть, оплата всегда мы оплачиваем. Что касается того, сколько это стоит. Себестоимость одного урока у вас будет варьироваться в зависимости от того, сколько у вас детей. Но давайте посмотрим. Значит, принтер у вас должен быть... Так, мы берем за месяц. Если есть желающие оплачивать РПА разово, то в таком случае они, во-первых, платят больше, а во-вторых, приходят только есть, если есть места. То есть, по-разово мы брали только первый месяц, когда я набирался на род. Все по-разово перешли на помесячные. Вот. Берем за месяц оплату. Отработки, сразу говорю, отработки в формате книжного клуба очень нежелательны. Если... Отрабатываем следующим образом. Если вы пропустили по болезни со справкой, приносим справку, занимаемся с ребенком 20 минут. По справке, да. Ну, если я полосе на месте ребенок не пишу, ну что поделать? Жалко. Не, если заболел, то по справке, конечно же, отрабатывается. Как, собственно говоря, и на уроках. Книжечки выглядят вот так. Обратите внимание, у нас часть черно-белая. Здесь я делаю разворот, как правило, без печати. О, Господи. Без печати, потому что здесь у нас, как правило, либо раскраски, либо какие-то креативити. Например, здесь они пишут заклинание свое, используя материалы, клеят специальные штучки на шляпу и раскрашивают специальными маркерами. Сейчас я вам их, наверное, не покажу. Или покажу. Не покажу. Есть такие маркеры, которые пишут как металлом таким. То есть они пишут даже по черному. Нет. Когда было в качестве рекламы, у нас нет... Смотрите, вам нельзя... Сейчас я отлипусь, на секундочку. Перерасчет мы не делаем. Мы делаем отработку. Перерасчет, ну, это нежелательно. Конечно, надо кому-то из старичков. Я делаю уступку, да, но люди должны понимать. Это группа, которая за ними держится, за ними занято место. Что касается рекламы. Не было рекламы. Мы повесили плакат в кафе. Через недели-две набралось два человека. А потом уже, как книжный ком, пошло-пошло. Леговали группу и так далее и так подобное. Мы даже рекламу в городе еще не давали. Народ набирается в книжный клуб, потому что это здорово. Потому что рекомендуют родители. И это идет, как вот такой вот, знаете, как снежный ком. И потому что, конечно, оно грамотная работа в соцсетях. Поразово было, когда приходили родители. Приходят два ребенка. Приходит третий родитель. Ой, а мы в этом месяце уедем. Можно нам поразово? Да, места пока что есть. Приходят родители в следующем месяце. Ой, а мы снова уезжаем. У нас тут будет одно воскресенье, там, там, 6-го числа. Извините, мест нет. Хотите, хотите, вот так вот оплачиваете. Так. Возраст их детей разный. И это потрясающе, потому что книжный клуб позволяет вам соединить детей с разным возрастом. Если вы обратили внимание на фотографии, то там было видно, что вам нужно объединять детей примерно со схожим уровнем и возрастом. Примерно. Но здесь вариантов для развития больше. Например, у нас есть группа 9-12 лет, и она отлично уживается. У нас есть группа 6-9 лет, и там тоже все хорошо. Плюс-минус 2 года. Про печать. Печатать это дома. Никакой типографии, потому что типографии вы не окупите. Более того, да, вебинар будет, запись. У меня получилось так, что я не справлялась. То есть, когда пошло очень много желающих, мы пытались ввести это на два кабинета. Очень тяжело. И, конечно, мы довели сейчас, но в следующем году надо будет что-то думать. Надо будет еще преподавателя сейчас еще искать. Получилось как? Допустим, у нас книжка, книжка одна, нас двое. Что делать? Распечатываем книжку. Это распечатано на скорую руку, очень неаккуратно, но свою функцию она выполнила. То есть, на самом деле, как бы я бы распечатывала сейчас, вот я буду еще одну книгу такую же печатать, да. Будет, сейчас все расскажу про технические характеристики. Когда еще одна будет, да, я буду уже делать с разворотами. В этот раз мы делали просто вот так. Это отличная книжка, детям все равно. Это книжка, она классная. Если там нет элементов поп-ап, то все хорошо. Давайте проясним. Книги будут выживать дома у ребенка. Зачем им выживать дома у ребенка? Каждый урок, каждый ученик получает персональную книгу. После урока ее можно сжечь. Ее можно скушать. Ее можно раскрасить. Ее можно разрезать на картинке. После урока книга выбрасывается. Нет, мы не наход... А-а-а! Господи! Так, давайте еще разочек. Сейчас я расскажу. По порядочку. Про рекламу я уже сказала. Это не конфетка. Когда вы работаете с ребенком, у вас нет учебников. Книжный клуб ведется без учебников. У вас есть книга, с которой вы работаете. Вот вы взяли книгу, которую вы распечатали. У нас, кстати говоря, есть... Это не фидбэк. Не-не-не, секундочку. Сейчас расскажу. У вас есть... У нас есть для вас разработанные 10 книжек. 13 уроков. 9 книжек, по-моему. 13 уроков, 13 занятий. Которые я вам могу сегодня предложить, кстати говоря. То есть там будет вот такая книга, которая есть. Разработанный конспект. Вот в таком формате. Где все расписано подробно. Что сказал ученик, что сказал учитель. А, я тоже хочу. Она все как разобрала. Мне так заговорили, что я даже чай не попила. Ладно. Так вот. Значит, смотрите. Все это есть. То есть, каждую книгу я не... Каждый урок я не создавала, а страдала неделю. То есть, минимум недели. Потому что два часа написать... Есть конспект, это костяк. Есть книжечка. Книжечка, это тоже костяк. Как это работает? Значит, смотрите. Вот вы берете книжку. Вот не хочу я фарм. Какую вам книжку дать? Фарм. Каламонстер. Ну вот, например, да. Так. Не знаю, какую книжку вам дать. Зачем вы мне вот спросили? Теперь да. В книжке есть текст. Каждый ребенок получает свое... Начало вы в начале урока подписали. Да, это для удобства на работе на занятии книжного клуба. Плюс, это для того, чтобы вы, как это сказать, дети по-другому относились к книге. То есть, это не просто набор активити. Давайте вот распечатки нати, нати, нати. Это отношение уже как к книге. И родители получают ребенка, довольного с книги, которую он подписал. И все свой урок строятся вокруг него. Здесь и текст, но follow-up activity – это до работы с книгой у нас проходит, как правило, полурока. Не, ну, конечно, если у нас там три книги за урока, такое у нас было, этот урок я вам не даю, потому что, ну, он классный, но его надо доработать. Вот. Из чего сделано счастье рисуем? Вот, 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 все это. То есть, здесь и текст, и дополнительные активити, и текст прерывается этими активити. И когда, когда-то по ночам, по ночам, без выходных. Вот, ну, надо гореть им, что вы делаете, тогда все будет хорошо. А я видела по конкурсу, что вы горите. Да, это книга по книге, вы молодец, супер. Это книга по книге, с activity, с текстами. Ну, не всегда с текстами, но, как правило, с текстами. Таких книг в интернете нет, потому что это адский труд. Я могу вам их продать. Ладно, хорошо, смотрите. Значит, что нужно, чтобы у вас было на уроке? Конечно, первый раз это изобретение, ёлки-палки. Конечно, вы видите это первый раз, господи. Потому что это разработка, которая... Ой, ой, хорошо, сейчас смотрите. На клубе у вас должны быть сами книги, но я понимаю, что книги дорогие. Во-первых, есть наши любимые уки-буки. Кто не знает уки-буки, скажите. Так, потому что если не найти уки-буки, я вам напишу их ссылку. Что у вас должно быть на уроке? Сами книги, персональные книги на раздачу, дополнительные материалы, которые вы распечатываете. Вот эти вот самые феи, которых 30 штук, там и так далее. Дополнительные материалы покупные, тут я вам не помогу, но помогу по-другому. Видео-аудиоматериалы и конспект. Давайте так. Ой, мама дорогая. Вот как выглядят карточки-заготовки, а уже готовы. То есть, допустим, вы приобрели у меня набор. Смотрите, 10 тысяч. Боже, айси я. Так вот. Смотрите. Вот вы, например, решили приобрести у нас комплект. Там будет, по-моему, 9 книжек, 13 уроков. Это рассчитано на 3 месяца занятий. То есть, 3 месяца занятий у вас не болит голова, у вас все готово. Почему? Во-первых, у вас будет конспект. Конспект будет выглядеть, показываю еще раз, вот так, где написано, что говорит учитель, что говорят дети, что надо перед уроком распечатать, подготовить. И каждая страничка расписана. Сразу говорю, некоторые странички идут не по порядку. То есть, вы просто открываете страничку и говорите ученикам, какую открыть. Ну, в силу разных причин. Где-то там раскраска была неудобно, что накладывается одна на другую, где-то еще что-то. То есть, вот, все очень подробно, все элементарно, с подробным описанием, что сказал учитель, что сказали ученики, с текстами, со всем остальным. Все здесь подробно рассказывается. Дальше. У вас есть этот конспект к каждому занятию. К каждому занятию у вас есть набор активий, которые можно распечатать. И книжечка, которую можно распечатать. Это все вам высылается в PDF-файле. И вот так вот там выглядят вот эти вот карточки, которые нужно распечатать к уроку. Вот обложка нашей книги, которая там будет. То есть, все в одном файле. И книжка, и распечатки, которые это самое. Я стараюсь экономить, поэтому многим странички будут в черно-белом варианте. А по хорошему счету, вы можете все в черно-белом распечатывать. Вот. Вот это еще отрывочек нашего этого самого. Ой. Это не надо. Так, а почему у меня... А, все. Так, значит, вы получаете конспект. Вы получаете полный, вообще прописанные слова учителя. Все прописано на английском. Что учитель говорит прямо вот, сказано. Вообще думать не надо. Вот. Но чем конспект хорош, я считаю, что вы наверняка его добавите что-то туда. То есть, это как костяк такой, да. Он рассчитан на час-полтора часа работы. В смысле того, как вы привыкли, как вам комфортно работать. Потому что я работаю бегом. И все ученики у меня работают бегом. А когда мы расслабляемся, мы делаем полтора часа. Вот. Пункт второй. У вас идет PDF-файл. К этому конспекту с книжкой. Вот книжкой. И всеми материалами, которые там будут. Всеми карточками. Всем, всем, всем. Все, что там есть, все, что там нужно, все там будет. Это пункт второй. Карточки. Все, все printables. Про интерактив объясните, пожалуйста. Я сейчас уже переключилась. Все printable, все, все, все. Дальше. Ну вот, конечно, ну сама моя любимая книга, это по Гарри Поттеру. Но по ней она делается три урока детишками. Это закладочка. Интерактивная книжка. Да, секундочку. Наверное, я говорила про... Сейчас, одну секундочку. Ну вот, вот так вот мы животных сделали. Тут каждое-то открывается, там энциклопедия. А вот, например, наше интерактивное зеркало, если это то. Программа про фото, фото, лексики онлайн. Это не я, вы меня с каким-то перепутали. Вот у нас зеркало. Помните, в Гарри Поттере была зеркало, который показывает тебе твои мечты. Вот, надпись наша секретная. Believe in magic. А-а-а! И туда! Господи, что я делаю? Сейчас, одну секундочку. Вот, Екатерина Владимировна отвлеклась. Екатерина Владимировна все поперепутала. Вот. Значит, у нас книги. Распечатки. Все, что нужно распечатать. Все видеоматериалы, которые на уроке. В общем-то, у вас готовый урок. Все, полностью готово. Единственное, что у вас там будут покупные материалы. Возможно. Но, опять-таки, это можно сделать из подручных средств. То есть, я, например, да, я закупаю перышки, я закупаю всякие штучки. Вот. Но вот такие вещи, как бы, это сделать нетрудно. Многим понравился Color Monster. Если меня отпустите, я попытаюсь его найти. Но я его, честно говоря, не заготавливала сейчас на этот урок. В общем, вот так выглядит наше зеркало интерактивное. Вот дети вписывают сюда свою фразу. И потом вот у нас вылезает Гарри Поттер. Вот. Еще у нас есть про квитич тут информация. Билетик достается. Билетик, билетик. Некоторые материалы, которые здесь находятся, я покупала на сайтах, потому что это, как бы, ну, невозможно найти бесплатно такие вещи. Это билетик Фогвардс, если что. Вот он. Вот. Вот. То есть полностью весь урок у вас уже готовый. И таких уроков у вас на три месяца. Ну, учитывая, что там Гарри Поттер, это длится минимум три занятия. А если еще и Питер Пэн, наверное, тянуть на два занятия, а там он на одно и два укладывается. Наверное, что у вас урок двухчасовой. Вот. То вообще все здорово. Вот. У нас, что касается себестоимости, давайте так, принтер Epson 312. Я сейчас запишу. Он окупается. Я точно не помню, но, по-моему, то ли 9 тысяч он стоит. По-моему, за 9 тысяч мы его покупали. Вот. И работаем мы с ним уже полгода, печатаем мы много, а картриджи и ныне там. Вот. Это только принтер. Это не ксерокс, не сканер, ничего больше. Потому что полноценная машина, там 100, что-то в районе 22, она мне нужна. Принтер лазерный. У принтера лазерного стоимость одного листочка получается около 50 копеек, кажется. У принтера Epson, по-моему, мы считали, но если он прорабатывает полный срок, и все как по гарантии, все как идеально, люди писали, что получалось там и по рублю, и где-то страничка цветная. Я рассчитываю на 3 рубля. Все, цветная страничка мне обходится в 3 рубля. И поэтому цветных страничек здесь не все. Вот. Собственно говоря, вам нужен только принтер, и вам нужно заказать из интернета, стоит 700-800 рублей, специальный такой степлер с широкой точкой. Вот видите, как он скрепляет. Степлер недорогой, степлеру доступен, да, это поищите по брошюровочной степлер, или просто по степлеру. Они продаются, они доступны. Вы распечатываете книжки, скрепляете их, все. Распечатываете материалы, клеите, что там сказано, поклеите, что там нарисовано, поклеите и так далее. Но, я, честно говоря, хотела бы вам предложить, я эти материалы разрабатывала все эти месяцы по ночам, по выходным, которых нет. Во-первых, я хотела бы вас попросить, была ли сегодня для вас полезная информация, скажите, пожалуйста. Ой, спасибо вам большое. В таком случае я вас очень попрошу, посмотрите на вот эту запись. Можно написать хороший поступок, написать отзыв. Напишите, пожалуйста, отзыв. Это будет лучший подарок мне на завтрашнее 30-летие, потому что вот. Я еще вам очень рекомендую книгу Катю Сташевскую. У нее тоже там будет курс по подросткам в июле. У нее тоже будет про книжки, кстати, и про райтинг. Напоминаю, что вот это зеркальце, это мы с Катей вместе делали. И она идейный вдохновитель этого зеркальца. Она идейный вдохновитель. Для чего это зеркальце? Вы берете книжечку про фей. Катя Екатерина Сташевская вообще оказала мне неоценимую поддержку и моральную, и так далее. Да, да, да. Екатерина, она человек, который все делает на высшем уровне. Она очень интересно подходит ко всему. Был классный урок с феями. Вот по книжке. Книжка совершенно безумная. Книжка для подростков заходит замечательно. Это классно. Только с иллюстрациями посмотреть, чтобы иллюстрации были те, которые получше. И значит, даем, идем охотиться на феи. Помните, когда я говорила, что вот фея, отрезали от феи. Задим написали глаголы, они собрали глаголы. Здесь вы берете и под зеркало, они через зеркало читают слова. Потому что... Ой, я даже не знаю, как это дешево вам видно было. Вот. Текст читается только через зеркало. Текст он зеркален. Это заклинание для вызова феи. А потом уже мы их идем читать. Да, текст зеркальный. Вот. Спасибо, Екатерина Сташевская. У нее, да, у нее в июле по подросткам и так далее. Очень полезно. Вот. Очень надеюсь, что вы напишите отзывы. На день рождения я их почитаю. Пока что не буду читать. Вот. И что касается того, что я могу вам предложить. 10 комплектов, 10 комплектов, 9 книг печатных, готовых для печати. Дело в том, что по Гарри Поттеру у нас вот такая книжка. И честно скажу, что по Гарри Поттеру книга вообще не нужна. Потому что когда выяснили... Потому что вот, так бы мы вспоминаем фильм, мы вспоминаем книгу. Да, Саббата, я люблю Саббату. Да, кто-то еще любит Саббата, мы вспоминаем фильм, мы вспоминаем книгу. А потом мы делаем вот это. И когда мы делаем вот это, это и есть наша книга на уроке. Поэтому по Гарри Поттеру я, конечно, взяла эту книжку, но дети ее даже не смотрели. Они были заняты тем, что здесь писали активити различные, что здесь они делали замок, делали вот это вот все, поп-апы наши. Ну, было очень здорово. И поэтому по Гарри Поттеру книга не нужна. По Питеру Пену она нужна в качестве, знаете, чего? Как Picture Books. Тоже у нас в Питере Пену он стоит. Использовалась как Picture Books Only. Мы ее не читали. Питера Пена я видела у Кибуки. И можно там у них... Они по 200 рублей есть книжки. По 300 рублей есть. Вот это быстро окопится. Так, подождите, мы еще эти не обговорили. Подождите. Естественно, будет, потому что я работаю. На самом деле уроков я провела больше. Это те уроки, я вам сейчас даю, которые мне понравились больше всего. Но у меня вкусы... Мои вкусы весьма специфичны. Но это уроки, которые понравились больше всего. Вот. И остальные тоже будут, но я их еще хочу подумать. Может быть, еще что-то добавить. Вот. Значит, что будет? Сами книги в PDF-формате, чтобы вы их распечатали. Ну, опять-таки, это делалось на скорую руку, да? Это все делалось на по-быстрому. На самом деле, как бы... Вот таких будет 9 книжек. Вот. Вы их распечатываете и несете на урок. Вам не надо покупать книгу. Вот она у вас есть теперь. Это пункт первый. Пункт второй. Вот такие раздаточные книжки. Все материалы дополнительно печатные, которые упоминаются на уроке. Все видео-аудиоматериалы и конспект. Семистраничный. Иногда больше. Но все-таки этот курс я разрабатывала, знаете, очень долго. Я хотела бы вам предложить следующее. Еще можно сделать воркшоп. Не написано, сколько часов. Воркшоп будет 7-8 часов. Я точную цифру напишу позже, потому что я все еще думаю, как мы успеем, бежать ли или все-таки помедленнее идти. Скорее всего, ближе к 8 часам. 7 июля и 14 июля мы сделаем всю начинку по книжному клубу. То есть теоретически происходит это так. Вы покупаете, распечатываете то, что я скажу для начала. Мы сделаем эту книгу по Гарри Поттеру с движущимися элементами, потому что больше всего в итоге были родители. Мы сделаем книгу по Гарри Поттеру. Мы разберем, что говорить, как говорить. Мы разберем самые интересные фишки для уроков, которые дают вау-эффект, на который потом родители хотят еще отдать ребенка, чтобы он еще что-то такое принес домой. И если раньше дети у меня первый урок просили еще наклеек, то теперь они просто... А еще открыток можно поделать? Мы разберем 10 простых и вау-поп-ап и не только универсальных техник для оформления книжек, открыток и доступных для детей на уроке, чтобы мы могли их сделать. У меня написано поле 50 вариаций. Я могу вам их показать, но это будет как кошмарный сон. Я думаю, что мы ограничимся где-то... Ну, вы увидите, как это будет происходить. Это будет... 50 вариаций будет. Мы за неделю создадим... То есть это официальное дело с разделом в неделю, чтобы вы за эту неделю сделали свою книжку. Вот такую. Не по Гарри Поттеру, по любой своей книжке. Вы сделали свою книжку. И это самое. И разработали с пупап-элементами, со всем, со всем, со всем, что вы выучите. То есть на первом вебинаре мы занимаемся, мы все изучаем. А на втором вебинаре смотрим, что у вас получилось. В процессе недели мы обсуждаем, вы выкладываете фотографии, закрытая группа, все такое. Я вам расскажу о том, что и где приобрести. Потому что у меня чуть не хватило... У меня было очень обидно, когда я увидела, как продается... Я сходила, купила ленточку, ну типа такой, вот видите, да, вот. И заплатила я за 3 метра разных ленточек, что-то в районе 50 рублей. А потом я нашла хороший магазин на Алипо, заказала несколько штук, посмотрела, где лучше, где дешевле. И могу сказать, что самый мой дешевый вариант. У них накрутка в... Так, если у нас рубль, 3 рубля 300%, в 3000%. То есть это какое-то безумие. Я сейчас раз, мой внутренний еврей заплакал. У них есть эти вот маленькие, допустим, в магазинах, где у рукоделия, да, маленькие такие шармы для рукоделия, для подвесочек и так далее. Они очень хорошо идут на уроках с подростками. 50 таких шармов я купила в... Сейчас скажу. Один шарм в магазине стоил как 25 в Али-магазине, который я выбрала. Я дам ссылку на нашем воркшопе. Ну, не на воркшопе, да, а когда это самое, я дам ссылочки на все магазины. Пёрышки очень хорошо идут, потому что пёрышки можно спустить как волшебные палочки и так далее. И как бы основная проблема в том, чтобы управец был надёжным. Вот. И, конечно же, я отвечу на ваши вопросы. Кстати говоря, вопросы можно писать... Давайте сделаем специальное обсуждение.